Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Том 11. Разбор выступления митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Вопрос 2489. Есть ли перспектива реформации богослужебного языка, старославянский язык, который использует Православная Церковь? Возможен ли переход богослужебной жизни Церкви на современный русский язык? Если нет, то в чем насущность старославянского языка? Отвечает митрополит Кирилл. Прежде всего, хотел бы уточнить, язык, используемый сегодня Русской Православной Церковью в богослужебной практике, нельзя назвать в строго филологическом смысле, так сказать, старославянским. Старославянский язык – это язык, на котором разговаривали наши далекие предки на Руси. Современный богослужебный язык – это церковнославянский, который серьезно эволюционировал со времен принятия Русью христианства. Стоит отметить, что уже в Древней Руси устные и богослужебные формы славянского языка заметно различались. Богослужебный язык был насыщен богословскими и нравственными понятиями, которые были неизвестны до принятия христианства. И, следовательно, не использовались в разговорной речи. Многие грамматические конструкции были заимствованы из греческого языка. Поэтому с самого начала у церковнославянского языка была определенно понятийно-грамматическая автономия от разговорного языка. Вообще, я считаю, что неправильно говорить о реформе в отношении богослужебного языка. Это неправильно, потому что любая реформа по своему характеру революционна, а революция всегда разделяет людей на ее сторонников и противников. Использование того или иного языка во время богослужения не относится к догматике, а значит не должно становиться причиной каких-либо разделений в рамках церкви. История церковных реформ 17 века показала нам, каким трагическим последствиям это может привести. Другое дело, если речь идет об активизации той работы по развитию церковнославянского языка, которая всегда была в церкви. Я имею ввиду адаптацию отдельных слов и грамматических форм к современному литературному языку. Например, возьмите фразу из Псалма 90-го. И грех мой предо мною есть выну. Современный человек, даже если он знает значение славянского слова выну, соответствующее русскому слову всегда, вольно или невольно ассоциирует его с глаголом вынуть. В подобных случаях я вполне допускаю возможность замены. Однако в отношении общеупотребительных слов, содержания которых известно большинству, этого делать не следует. Гораздо проще дело обстоит с использованием литературного языка для чтения священного писания в храмах. Ведь и дома подавляющее большинство людей читают Библию на русском языке, а не на церковнославянском. На мой взгляд, сегодня вольно или невольно мы подменяем проблему использования церковнославянского языка в богослужении в другую, более серьезную проблему, которую я назвал бы непониманием языка христианства. Ведь, например, такие слова, как любовь и смирение, которые нам привычны и чисто легонистически понятны, имеют совсем другое значение в христианском понимании, чем в секулярном мире. Поэтому так необходимо усиление катехидаторской работы среди верующих. Конец цитаты. Отвечает Игнатий Лапкин. Ни в чем, кажется, так зримо не видится лукавство и кричащее безбожество митрополита. Да разве он не знает, что народ ничего не понимает, и только стоит и глазами смотрит на их переодевание. Для народа все попы таинственны. И зашифрована их речь. Ну, столько же туман он опустил, а на деле только одно. Как бы нас ни разоблачили, что мы народ этот не любим. И народ наш глуп и невежествен, и мне его не за что уважать. Злые делатели не пасли на злачных пожитих овец, и вместо хлеба дают камень непонятности. Нужны пастыри, чтобы на русском языке службу вели и проповедовали. Числа, 27 глава, 17 стих. «Который выходил бы пред ними, и который входил бы пред ними, который выводил бы их, и который приводил бы их, чтобы не осталось общества Господня, как овцы, у которых нет пастыря». Конец цитаты. И во всей стране только один человек видел это, остальные горбатились перед властью и перед архиереями. Третья книга царств, 22 глава, 17 стих. «Я вижу всех разлетян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря». И сказал Господь, нет у них начальника. Деяния святых апостолов, 22 глава, 2 стих. Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Неемия, 8 глава, 8 стих. «И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное».